Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Софья Титова прыгнула каскад тройной аксель тройной тулуп в короткой программе среди юниорок на первом этапе Гран-при России. А вот во время проката произвольной программы Титова попыталась исполнить два элемента ультра-си, тройной аксель и четверной сальхов, но упала с обоих прыжков. Несмотря на это, фигуристка заняла первое место как в произвольной, так и по сумме программ, Титова тренируется в Академии Евгения Плющенко. Тренер Татьяна Мишина объяснила, почему Елизавета Туктамышева не выступит на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга, который проходит с 18 по 21 октября. Без Туктамышевой всегда все теряется, конечно, Лиза — украшение любого турнира, но сейчас так получилось, что она уже готовится к следующему этапу. Алексей Мишин снимал ее с этого старта, до этого она хорошо выступила на мемориале Панина, хотя была там не совсем в такой форме, как в начале сезона. Немного проболела, и это чуть потянулось на прокаты, поэтому сейчас нужно время, чтобы она хорошо подошла к этапу Гран-при России, — сказала Мишина. В ноябре Туктамышева должна выступить на этапах Гран-при России в Москве и Перми. Также Татьяна Мишина рассказала о травме фигуриста Евгения Семененко, который тоже снялся с этапа Кубка Санкт-Петербурга. Все непредвиденно, долго протянулось у него с коленом, врачи порекомендовали до полного восстановления не выходить. Не стали мы так, чтобы немножко выйти, немножко поскользить. Перерыв получился большой, сейчас какие-то прогнозы делать сложно. Он вышел, но как организм отреагирует на такой пропуск, сказать пока сложно, федерация идет нам навстречу, отложили первый старт, чтобы не форсировать, дать возможность войти в форму, задачи сложные, программы сложные. Можно восстановиться, но все прыгают четверные прыжки в программе, поэтому немножко сложно. Сейчас у него стоит третий этап Гран-при России в Казани, но возможно, что вместо него будет четвертый этап в Москве, — сказала Мишина. Американский фигурист Илья Малинин ответил на вопрос о планах исполнять четверной аксель в своих программах. Ранее Малинин стал первым в истории фигуристом, который приземлил этот прыжок на официальных соревнованиях. Он еще не решил, будет ли исполнять элемент на этапе Гран-при США. Если я продолжу включать его в программы этого сезона, то думаю, что со временем это станет тенденцией. Особенно если бы базовая стоимость прыжка стала выше, в таком случае появилась бы причина стараться и много работать над этим. Но на данный момент мы не совсем уверены, что с этим делать. Сейчас я считаю это скорее практикой, а не попыткой включить в программу ради баллов. В последующие годы, когда базовую стоимость повысит, будет гораздо разумнее этим воспользоваться. В этом сезоне задача — улучшить хореографию и оценку за компоненты, потому что в прошлом сезоне они были не самыми лучшими, — рассказал Малинин. Пресс-аташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина рассказала, почему было принято решение создать этический кодекс организации. Это нисколько не связано с историями, как вы говорите, и подозреваю, о каких историях может идти речь. На самом деле год назад ИСУ создал свой кодекс этики. Соответственно, все федерации, которые входят в ИСУ, тоже по образу и подобию стали создавать свои кодексы этики. Работа над нашим началась не сразу, мы немного затянули. Поскольку авторы этого кодекса — юристы и люди, которые долгое время работали на ключевых постах в гоструктурах, это нужно все прописать, по аналогии выстроить с учетом своей спецификации российской. Поэтому этот кодекс, после того как всеми был прочитан, одобрен юристами и другими инстанциями, на исполкоме был принят и опубликован, это и была причина, почему он появился. Появление таких кодексов этики, веление времени, во всех организациях и корпорациях есть свои кодексы этики, которые основываются на регуляции корпоративных взаимоотношений внутри какого-то коллектива. Все дорожат своим авторитетом, имиджем, репутацией, люди хотят, чтобы были четкие правила, а взаимоотношения в коллективе были основаны на уважении друг к другу, сказала Ярмолина. Также она прокомментировала пункт Этического кодекса организации, в котором говорится, спортсмены призваны воздерживаться от публичных выступлений, в том числе в средствах массовой информации в период проведения соревнований, если иное не было обговорено с пресс-аташе Федерации фигурного катания России. Это речь идет о работе на соревнованиях, она всегда строилась по определенным регламентам и правилам. Спортсмен, когда откатает свою программу, выходит в микс-зону и там имеет возможность общаться с журналистами. Второй момент, для спортсмена главное старт, общение важно для СМИ, важно для общественности, для фанатов и зрителей, но все-таки для него первично его выступление, он должен выполнять свою работу. Когда появляется свободное время, обычно это делалось во время показательных, были специальные реквесты, которые журналисты заполняли, и мы договаривались об интервью. Случалось, что на одного спортсмена попадает 10 реквестов, это физически невозможно, чтобы каждому он выдавал эксклюзив, вопросы повторяются. Мы проводили эксперимент, когда спортсмен давал интервью нескольким журналистам по отдельности, и после пятого человека он говорил, знаете, мне все эти пять задали одни и те же вопросы. Интервью эксклюзивное по факту, но самом деле об одном и том же. Ничего не изменилось, не понимаю, почему такой шум поднялся из-за этого пункта. Вероятно, те люди, которые не бывают на соревнованиях, просто не знают, как это работает, они никогда там не были, сказала Ермолина. Американский фигурист Нейтан Чен высказался о допинг-деле россиянки Камилы Валиевой. На Олимпийских играх 2022 в Пекине фигуристы выступали в командном турнире, Чен взял серебро за сборную США, Валиева, золото за сборную России. Однако награждение по итогам турнира так и не состоялось из-за начала допинг-расследования в отношении россиянки. Вероятно, это самое сложное, ничего не знать о ситуации. Мы получаем новую информацию о ходе дела и всегда слышим, мы без понятия, что происходит, это очень раздражает. Рад, что у меня и правда столь потрясающая команда, вместе с которой мы проходим через это, каждый поддерживает друг друга, рассказал Чен. Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев оценил произвольную программу Камилы Валиевой, посвященную Олимпиаде 2022 года в Пекине. Это же образ, она действительно это пережила. А чем образ Кармен отличается от этого, скажите, если по-серьезному подходить без шуток. На самом деле, хорошая идея, ее же правда травили. Девчонку затравили, и она не выдержала. Если б выдержала, история была бы еще сильнее и круче, но не выдержала. В жизни часто не все так красиво, как хочется. Вон Женька Плющенко в Сочи тоже выиграл командный турнир, а потом личный не смог. Не факт, что он бы его не выиграл, тогда все катались ужасно, сказал Дмитриев. Также он высказался о перспективах Александры Трусовой после перехода от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Трусова действительно не первый раз переходит, она товарищ беспокойный и так сказать сама все знает. Ей кажется, что те решения, которые она принимает, верная и молодая девчонка еще. Мы знаем, что ее основная сила, прыжковая техника, у нее есть воля к этому делу. Но с возрастом она неизбежно будет набирать вес, у девочек сложно с этим. Вряд ли она сможет сохранить свои прыжки, уже в этом году они, вероятно, разладятся. Она их будет пытаться сделать в полную силу, как раньше, а ощущение изменится, будет гулять вес, и рядом будет пастись травма. Не потому, что она плохая фигуристка, просто это естественный процесс, надо к этому аккуратно подойти. Я не знаю ни одной фигуристки, которая бы прошла этот период без потерь, ни одной, включая Лизу Туктамышеву. Она на пару лет просто исчезла, не работала, если Трусова подойдет к этой истории серьезно и пройдет этот период, то сохранит если не весь арсенал прыжков, то 70-80%, при условии, что не получит травму. Но ей надо очень аккуратно к себе относиться, говорит Дмитриев. Журналист отмечает, что слышал от разных фигуристов, что Светлана Соколовская бережнее относится к здоровью фигуристов. Вот что отвечает Дмитриев. Честно до конца не знаю, как тренируют Этери и Светлана, я вижу только отдельные кусочки. Но точно знаю, что Этери очень требовательна именно к физическим кондициям, рост, вес, с этим жестко. С другой стороны, Соколовская никогда с девочками на таком уровне не работала. С Сотниковой работала Елена Буянова, но, по-моему, она помогала, была рядом. Трусовой, правда, уже не нужна техническая работа, нужна организационная помощь, правильный режим, восстановление, внимательный подход к количеству исполнений. По-ленински, лучше меньше? Да лучше, чем больше, но лишь бы как. А технические наработки все уже есть, свой опыт, просто надо аккуратно ее подводить. Но не думаю, что только здесь причина перехода. Повлияла ее дружба с Марком, вряд ли она перешла, потому что подумала, что Соколовская что-то делает лучше. Все в комплексе повлияло, предполагаю, но она товарищ самостоятельный и любит сама принимать решения, сказал Дмитриев. Фигуристка Любовь Рубцова объяснила, почему ушла из группы Этери Тутберидзе. В феврале этого года фигуристка перешла к тренерам Алексею Василевскому и Юлии Лавренчук. Просто было мало внимания, так скажем, мы решили перейти. Больше внимания взрослым девочкам, мне оставалось мало, расстались нормально. В моей нынешней группе все интенсивнее, специальная физическая подготовка и общая физическая подготовка, сказала Рубцова. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.